Что у нас вообще, в каком контексте мы существуем? Я бы сформулировал несколько таких императивов, которые для меня являются действительно императивными. То есть это, не знаешь, что это бесконечный процесс, но вот сейчас это выглядит именно так. Значит, первый это императив кризиса, я имею в виду общий глобальный кризис. Ну, не буду подробностей упуская. Понятно, что сейчас делают американцы с кризисом, что делает тот же Бернанке. Они накачивают мир деньгами. При этом они делают то, что делает любой доктор, когда он имеет неизлечимый, неоперабельный рак четвертой степени. Значит, пока больной жив, есть надежда. Совершенно очевидно, что у них никаких рецептов выхода из кризиса нет. Они знают, что такое великая депрессия, они понимают, что такое дефляционный шок. С дефляционным шоком жить нельзя. Может, вообще жить нельзя. С инфляцией можно жить, а с дефляцией нельзя. Поэтому невозможно ни производить, ничего не кризисовать. Я не знаю, кто чуть-чуть, может быть, общее представление об экономике имеет, я знаю. Поэтому они любой ценой пытаются избежать дефляции. И разрушая при этом глобальную финансовую систему. В длинную. Действует совершенно правильно. Дело в том, что в 1929 году Америка могла отпуститься на дно, и оттолкнувшись от дна, столкнувшись с огромными рисками, через Вторую мировую войну пройдя, и тогда только через нее выйти из кризиса, выйти победителем, безусловно. Сейчас Америка не может опуститься на дно, потому что они прекрасно понимают, где находится дно. С этого дня всплыть нельзя. Просто физически нельзя всплыть. Поэтому я хочу сказать, что императив кризиса заключается в том, что этот кризис не пройдет вообще. Первая волна, вторая, пятая, десятая, он приведет к концу нынешней глобальной конфигурации мира. Ни в коем случае я не думаю, что к концу Соединенных Штатов. Соединенные Штаты как раз, скорее всего, оставятся и свои внутренние проблемы решат той или иной ценой. С остальными гораздо сложнее, с ними проще. Но вот эта система, она перестанет существовать. То есть мир обречен на деглобализацию. Это не вопрос какого-то там фантазирования. Это среднесрочная перспектива, да? То есть когда будут сформироваться такие большие глобальные игроки, вокруг них будет существовать некая финансовая зона, некая экономическая, политическая, культурная. Они будут в значительной степени автортичны, хотя бы в силу своей там более-менее внутренней комогенности. Мы знаем, кто, скорее всего, точно будет такими игроками. Будут американцы, будет Китай. Вот. Неизвестно, будет ли Европа и неизвестно, будет ли Россия. Но те и другие имеют разные, но понятные предпосылки к этому. И Индия, наверное. Может быть, арабский мир, если он приобретет субъектность, которой сейчас у него нет. Сейчас субъектность арабского мира придумывается различными игроками, которые его разыгрывают и над ним издеваются, на самом деле. Вот. Значит, то есть это мир таких империй, это мир крупных, больших игроков, где место промежуточным практически не остается совсем. Ни в каком смысле. Ни в смысле политическом, ни в смысле каких-то даже самых элементарных признаков суверенитета, ни в смысле экономики и финансов тем более. Да? Вот. Значит, это один момент. То есть надо представлять себе, что вот мы идем именно к такой конфигурации. Понятно, как я вижу здесь перспективу России, в том смысле, как я хочу ее видеть. А как она будет выглядеть, зависит точно от многих вещей. В первую очередь, субъективного фактора. То есть соберется ли сама Россия, вот, наконец, с силами и с умом, и сможет ли она адекватно противостоять вот этим вызовам, да? Значит, второй важный момент. Это императив, я бы сказал, деградации постсоветского пространства. Значит, ну, я очень грубо, конечно, сами попросите меня, я никак не хочу представить эту схему как исчерпывающую, но примерно попытаюсь описать, как я вижу, почему вообще все это дело развалилось и как оно развалилось. То есть там есть очень много, почему идеологическое, военное, значит, экономическое, но вот это вот, на мой взгляд, стержневой момент для тех вещей, про которые я хочу говорить. Значит, была Великая Империя, которая осуществляла некую миссию, там, злодейскую или, наоборот, значит, благородную, это отдельный вопрос. Эта миссия была идеологией, вся эта система была построена на реализацию этой миссии, да? Значит, в тот момент, когда эта идеология рассосалась, рассосалась в первую очередь в глазах собственных элит, возникло понимание, совершенно очевидное, почему рассосалось, опять же, это отдельный вопрос, я сейчас не про это. Вот. Понимание, что все вот, все, 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 все эти цели, все эти задачи глобальные, это есть обременение, то есть есть единственный источник ликвидных ресурсов, это экспорт, экспортоспособная отрасль, ну, короче говоря, труба, грубо говоря. А все, что, кроме трубы, это обременение. Мировая система коммунистическая, система геополитических приоритетов, армия, ВПК, весь ВПК, вся вообще обрабатывающая промышленность, которая и производит неконкурентоспособную продукцию, вместе с ней все, что связано с обеспечением этого, образование, культура, наука, это все обременение. Ребята, если мы сбросим обременение, как мы заживем? Причем, начиная от романтического представления, допуская, что такое тоже было, как мы заживем, как общество, и кончая чисто конкретное представление, как мы заживем, как люди, которые растащат это обременение. И, собственно, смысл после Советской Революции – это освобождение от обременения. Это система, которая сложилась. Что первое надо было сделать для того, чтобы, значит, отбросить обременение, начать его отбрасывать? Мы до сих пор его, к счастью, для нас не ликвидировали, потому что то, чем мы живем, в какой-то степени есть обременение, да. Вот. Значит, что надо делать? Надо сначала распустить государство. Причем, государство не как территорию и не как политический режим, а, в первую очередь, как институт вообще. То есть под видом национального там самоопределения, под видом политического освобождения там и так далее, было ликвидировано государство. Какое ни было, какое никакое, но это было государство. У него были государственные институты, институты, которые были государственными при всех своих достоинствах и недостатках, да. Они были ликвидированы. Значит, после этого произошло, все, что происходит на постсоветских территориях, они, в общем, с разными поправками однообразно, да. Вот то, что всплыло как элиты, это люди, которые начинают, овладевают ликвидными остатками и постепенно освобождаются от обременения. Про Россию проще сказать, у вас тоже видно, вы, наверное, лучше знаете какие-то, то есть это мародерские элиты, которые обслуживают дегенерацию социальной, политической, культурной и всех остальных систем под разными идеологическими и политическими соусами. На самом деле, если бы все шло так, вот как оно идет инерционно, да, в силу мощи этой системы, в силу абсолютной встроенности в нее элиты, мы бы через, лет через 20 получили бы на месте России такую обыкновенную Венесуэлу, у которой нет никаких проблем, да. У нее нету мании величия, у нее нету, значит, памяти о какой-то там мирового класса культуре, науке и так далее, да. Она не страдает фантомными болями, да, эти фантомные боли бы прошли, скорее всего, в ходе этого процесса все бы просто распалось на куски, да. Вот, потому что, ну, не может такое пространство существовать в таком дегенеративном состоянии, вот, как Россия. На осколках страны, вроде Молдовы, это видно еще лучше, вы понимаете, где находятся, собственно, какие-то смыслы, связанные с реальным хотя бы экономическим существованием населения, и где находятся, так сказать, политические процессы, вот. Вот, политические процессы, они просто, вот, делится, сама себя воспроизводит с помощью этих процессов, сумитирует. Я думаю, что все сводится к тому, что если не происходит никаких уже совершенно резких эксцессов, то население должно терять интерес к политическому процессу системно, да. Украина так живет, Украину я лучше знаю просто, да, потому что там существует Киевский какой-то, остальные как-то научились выживать. Пока жареный петух не клюнет, они будут с ненавистью терпеть все это вот, в общем, это торговля, на самом деле.